с утра зашли в гараж а тут у нас мерзлота ребят смотрите чтобы не было такой фигни есть вариант наши самоделки нам понадобится обычный теплообменник самодельный сейчас я покажу дальше как я его сделал красный шланг сшитый полиэтилен можно металлопласт можно вообще любой какой есть циркуляционный насос не замерзающая жидкость и датчик температуры так просили разобрать разбираю и показываю спустя два года работы его то есть этот год будет 3 радиатор с нержавейки как он был такой он и есть это радиатор от котла на вен радиатор был с дырочкой то есть не знаю почему но у этих котлов ну грубо говоря один из десяти кто ими пользуется то есть про появляется утечка в этом радиаторе их меняют вот на данный момент у них сейчас я их даже три штуки набрал такая радиатор от классики медный но медный радиатор вот из-за того что здесь очень много влаги и разница в температурах то ему тепло что ему холодно он начал вот так вот рассыпаться подсоединение здесь последовательные то есть сюда вот у нас заходит незамерзающая жидкость с гаража ну примерно на градусов 5 плюс 5 то есть она нагревает сначала в этом радиаторе градусов на 10 на 15 и потом подогревается в этом все здесь у нас выход здесь у нас идет вход вот она эта запчасть вот так вот это все выглядит сейчас я думал в этом году сделать то есть новую вот эту часть не буду я сделать просто сделаю здесь какую-то заплату к герметично все это как каждый год замотаю чтобы не было никакого у нас то есть доступа лишнего воздуха все здесь понятно здесь вход здесь выход смотрите самое главное что здесь то есть вот эти вот ячейки чем они меньше тем у вас будет больше кпд кстати вот этот вот радиатор с нержавейки он греет лучше чем медный первое я пробовал у меня один это радиатор был с нержавейки но где-то разница была там градусов наверно 15-18 когда я посол поставил второй радиатор последовательно опыт соединил то у меня температура возросла еще на 10 градусов так ну все сейчас собираю все перемотала то есть вот эта фольга обычная банная сверху скотч вход-выход так и здесь вот обязательно сделал я три отверстия то есть для слива конденсата ну все в принципе можно будет ставить потом сверху еще и утепляю утеплять ее можно сверху всем чем хочешь начиная от шлаквата но шлаквата нежелательно типа что-нибудь пенополистирол или можно даже обычной любой курткой также нам понадобится вот такой вот котел он обычный турбированный котел сейчас они в принципе у всех стоят здесь вот делаем самодельную автоматику это обычный реле блок питания на 12 вольт и все это параллельно с насосом то есть вот этот насос включает ту систему которая у нас находится в гараже так вот она труба выхлопная вот выход трубы ставим сюда градусник и давайте сейчас минуток через я думаю 15 посмотрим какая будет там температура прошло у нас минут наверное десять смотрите подошел и пахань бани вот и температура здесь у нас видно 120 вот он потихоньку падает так что вот так вот ребятки а все говорят что них 100 процентов кпд нет у него 100 процентов кпд вы сначала померите на выхлопе сколько выхлоп выходит а потом можно книжкам кстати не верить там написано не то что есть ладно все смотрим дальше собираем поставил я то есть вот все вход выход трубки здесь полиэтилен сшит и пошел здесь вот нам нужен обязательно кран чтобы стравить воздух когда будем заполнять систему это все происходит то есть один раз вот все вот пошла у нас то есть магистраль в гараж так для этого я и делал экскаватор потому что я хочу на следующий год и прям рядышком здесь край фундамент закопать запустил я то есть вот он теплообменник через него проходит тепло вот видно то есть это тепло от котла все здесь у нас вот то есть обратка здесь у нас подача воздух я стравил тоже сосулька так там напомню у меня залито не замерзайка сейчас у нас примерно градусов учет прохладно может 10 вот он у нас этот блок то есть сейчас мы будем смотреть постепенно здесь воздух сейчас системе постепенно вот будет нагреваться температура когда воздуха не будете все плавно прогреть сейчас у нас трубки все холодные то есть постепенно надо все нагреть термостат у меня этот настроен на 15 градусов то есть когда здесь будет 15 градусов включается вентилятор обдова вот эту блока так ну минусы какие минусы во первых очень большой конденсат через месяц грубо говоря там будет горка метровая во вторых нужен турбированный котел но в третьих вроде там все остальное то есть плюс от этого потребляемая мощность то есть один у нас моторчик он на 40 ватт и здесь моторчик на 20 то есть 60 ватт потребляет в том году я замерял где-то около киловатта 3 он выдает тепла так что вот так вот давайте дождемся чуть-чуть осталось 615 градусов и должен включить вентилятор все вот включился и получается то есть здесь все он запустился вот он обдув отсюда дует то есть теплый воздух так на сегодня у нас все то есть можно в принципе намудрить тему с обычным атмосферным котлом но там проблема какая куда-то надо девать конденсат с конденсатом я тоже думаю можно что-нибудь придумать так эта тема я повторюсь опять рабочая служит она мне уже три года на лето ею разбираю всю на зиму собираю вот но когда есть если прокопать теплотрассы то есть можно все будет оставить на постоянку так что вот так вот друзья всем большое спасибо за просмотр всем удачи в ваших разных самоделках всем пока